друзья всем привет я рад вас видеть на своем канале меня зовут евгений корсакин я юрист я уже больше 15 лет занимаюсь недвижимостью этот канал создавался для того чтобы рассказывать вам о юридических деталях связанных с недвижимостью поэтому я буду вам очень благодарен если вы подпишитесь потому что все это я делаю для вас и буду делиться информацией вы будете разбираться недвижимости не хуже меня поехали не для кого не секрет что в июле этого года вообще в этом 2019 году грядут серьезные изменения в части долевого строительства именно для застройщиков и мы с вами прекрасно поменяем что многое изменится правила игры поменяются кардинально а что же именно поменяется поменяется то что многие застройщики перейдут на так называемые расчеты скроу то есть теперь финансировать стройку будет будут не дольщики из его собственного кармана будут банки то есть застройщики будут привлекать средства банков поэтому многие игроки многие застройщики просто уйдут с рынка просто сдуется это будут сотни компаний с одной стороны это хорошо с другой стороны это наверное не очень хорошо хорошо это мы понимаем для кого для дольщиков которые теперь не будут рисковать своими кровными потому что мы знаем что у нас творится на рынке недвижимости то при финансировании первичного строительства с другой стороны это плохо для самих застройщиков потому что цены на недвижимость пойдут вверх на поскольку мы понимаем что спрос так или иначе будет ограничен при вступлении в силу этого закона и соответственно цены на квартиру потихонечку пойдут вверх для тех кто планирует приобретать недвижимость сейчас новостройку на котлование я конечно не рекомендую вкладываться поскольку приобретать недвижимость наверное сейчас можно где-то но если видно стадию дома постройки где-то на больше 80 процентов как минимум вкладывать наверное можно будет тогда когда вступит в правило вступит в силу этот закон и соответственно после июля этого года вы уже можете понимать что это застройщик если он остался на рынке существовать и финансируя стройку за счет денег банка в таком случае покупать наверное это застройщик можно потому что он ну видимо у него есть определенный стабильный баланс в том что он все-таки исполнит свои обязательства с вами был евгений корсакин пока